Добрый вечер! Мы начинаем сегодня наш урок. Продолжаем нашу серию фора в куху. Сегодня, ну как бы, я лентяй. Просто мне книга, по которой я сейчас учусь, там иногда я нахожу всякие интересные вещи, и мне не втерпешь просто пройти мимо, оставить это только себе. Мне очень хочется поделиться. Поэтому мы делаем такие развороты из нашей книжки и прихватываем еще что-то. Очень позитивно. И сегодня у нас есть тема скромности, я хочу предварить с таким вот видением, что сейчас встретив эту тему Урава, я на самом-то деле был очень рад и доволен, что я эту тему не учил серьезно до. И, видимо, правильно, что не учил, опасаясь, видимо, за сохрану собственной души. Потому что, с одной стороны, скромность – это, безусловно, великолепное качество. А с другой стороны, это также немножко опасная штука. И сейчас Сраф нам покажет, что, как и где. Я взял эпиграфом к нашим, значит, ну, как всегда, кто может, я бросил в чат текст, кто может, прилепить его, пожалуйста, на мой Facebook. Я взял эпиграфом Брайту, это почти Мишна, по которой у нас идет книга «Путь праведных» Рамхаля, Месилат и Шарим. И он, значит, объясняет, как человек должен себя строить. Снизу вверх. И вот там есть смиренность, то, что мы называем скромностью. Но, насколько я помню, на иврите, это все-таки, да, скромность – это анова. И вопрос, который у меня здесь возник, что почему скромность, она далеко от начала? Вроде бы это какое-то такое, в общем-то, достаточно основополагающее качество. Должно быть для начала. Почему оно ближе к концу? Давайте прочитаем это Брайту. Сказал Раби Пинхас Ганьяир. Тора ведет к осторожности, осторожность ведет к расторопности, расторопность ведет к чистоте, чистота ведет к отделенности, отделенность ведет к высшей чистоте, высшая чистота ведет к благочестию, благочестие ведет к смиренности, смиренность ведет к боязни преступления, Преступление ведет к священности, священность ведет к пророчеству, ведет к воскрешению из мертвых. И благочестие наиболее великое, как сказано, катаголовое введение к твоим благочестивым. Итак, 11 пунктов в нашей братье. Последнее воскрешение из мертвых, это уже, видимо, немножко за границами нашего мира. Отрежем. Останется 10. Пророчество – это, безусловно, в нашем мире, но что-то, что действительно совершенно запредельно. Итак, наша скромность – это седьмая из десяти, когда десятая – это уже там где-то в районе ангелов, пророчества. Извините, Натан, я ошибаюсь. Там, даже сказано, ну, а, по-моему, там сказано, ну, роха-кодыш. Нехама? Я могу ошибиться. Я просто забил в гугле первую попавшуюся источник. Я поняла. Я проверю сейчас. Поймал. Я его просто прицепил, потому что я хотел именно из этого дела получить. Это вот именно то, что вот по строению как бы человека, души и так далее, как нужно. Рамхай нам приводит эту брать. В этой братье, как ее ни крути, это из высших ступеней. Недалеко от пророчества, да? Смиренность, боесть преступления, святость и пророчество. Роха-кодыш – это, видимо, пророчество тоже. Роха-кодыш – это одно из названий пророчества. Это в зависимости от какого контекста говорится. Святой Дух – это либо низшая ступень пророчества, либо что-то отдельное, но это что-то там где-то. Да, я просто хотел указать, что не просто та скромность, она сверху. Это… Я сейчас как бы предварю свой вывод. Мой вывод, он в том, что скромность – это отличная штука, очень-очень классная. Но она, что называется, подходит для цельных личностей. Личности, которые более мелкие, она их может разрушить. Ну, а теперь давайте перейдем уже к тексту. Я подобрал вам сейчас два абзаца. Извините, я влезу, я просто проверю, действительно, там Роха-кодыш. То есть это не совсем… Все же Роха-кодыш, поскольку он здесь его помещает, это не имеет отношения к теме, конечно. Но он имеет в виду, что это все-таки еще, мне кажется, в пределах нашего мира. Потому что это часто употребляется в контексте как раз… Роха-кодыш, там, сказал кто-то. Роха-кодыш – это нижняя ступень пророчества, можно сказать. Да, можно. Ну, то есть это как бы не совсем нам непостижимо. Иногда бывает… Да, да, да. Ну, извините, да. Ну, в общем, да, в общем направлении. Допустим, что Роха-кодыш – это высшая ступень, которая на сегодня постижима, это две ступеньки ниже. Не очень далеко. Не очень далеко. Мой личный на сегодня вывод не из этого эпиграфа, а вот из того, что я сейчас начал как бы нащупывать у Рава, что просто скромность – это для цельных личностей. Для личности, которая помельче, она может представлять серьезную опасность. И я в конце скажу подробнее, что я имею в виду, как бы вот уже по собственной, как бы, как это и собственного опыта, что как бы скромность немножко разрывает. Давайте теперь перейдем к тексту. Рав в нашем отрывке приводит скромность или смирение перед Богом из книги «Хвот о левоот» «Обязанность и сердец». И я не до конца понял, Рав вежливо критикует или подчеркивает какие-то вещи. Я начал читать, но я не успел. Так что, кто специалист, кто знает, да, и я скажу часто эту книжку, которую очень любит моя жена, эту главу про смирение, она тоже пропустила, потому что как-то тоже и не очень было это самое. Но я эту книжку не читал вообще к моему стыду, поэтому ничего здесь сказать не могу. Но нас интересует более, что хочет нам сказать Рав, поэтому давайте начнем читать. Скромность, суть которой раскрывается в книге «Обязанность и сердец», в специальном разделе, где она названа смирением, в общем и в частности, есть подчинение человека Богу. Это качество связано с мудростью и постижением, расторопностью в практической жизни, ясностью сознания и выберенностью личных качеств и свойств. Как это? Недлинный список, как это, предшествующих курсов для того, чтобы быть скромным. Какая связь между скромностью, ясностью сознания, вымеренностью личных качеств? Подчинить себя Всевышнему. Вот элементарно, он большой, я маленький, делайте, что сказано. Вот это более тонкая душа, как-то тоже. Но в чем проблема-то? Почему РАФ требует такой список, это самое, как вы на иврите, дришот кудмот, предыдущих, это самое, требований, да? То есть мы видим, что это серьезно. Почему? Потому что, как мы сказали в предисловии, есть опасность заменить настоящую скромность на ее суррогат, который не есть хорошо. Продолжаем читать. Как легко может это смирение замениться всем известной презренной животной приниженностью. На иврите это шифлут. Низостью буквально по-русски. Со всей ее запущенностью, небрежением, праздностью и уничтожностью. Это близкие понятия, и не разобравшись, можно как-то лях-лик соскользнуть и получить нескромность о ничтожество, презренная и низость. И это будет ужасно плохо. Продолжаем. Лишь в той мере, в которой возрастает представление человека о величии Бога, настолько отделяется от образа любого достижения величия, которое можно найти в пределах сотворенного, настолько же отделяется у него это смирение от всякого другого подчинения и приниженности. Что и сравнивается. Настолько, насколько Бог выше, всего высшего, что мы видим в этом мире, настолько же настоящая скромность, она выше всего о принижении, которая униженности, которую мы встречаем в этом мире. И тогда оно украшается благородством и душевной толпостью. и перепоясывать своего обладателя тем мужеством жизни, которым отличаются величайшие из великих представителей человечества люди высшей скромные толпы. Как мы сказали и говорим постоянно, скромность – это не быть стряб. Это что-то другое. Давайте я попробую ввести определение скромности и гордыни сразу. Как это? Одним махом. Очень-очень грубая, но нам она поможет. Скромность – это что-то, что меня уменьшает, принижает, а гордость – горды наоборот. Что-то, что меня увеличилось. Надувает. Как очень приблизительное и грубое первое определение в чём это. Давайте вернёмся к тому, что говорит нам. Да. Теперь, как я понимаю, лишь в той мере, в которой возрастает представление человека о величии Бога, настолько у него же отделяется это смирение от любого другого принижения, которое в этом мире. Что такое вообще представление возрастить представление человека о величии Бога? Я хочу попытаться предложить пример, который у меня получился, мой личный. Пример такой. Какое грубое и примитивное представление о величии Бога? Самое. Бог у нас первый парень на деревне. Он самый сильный. Если ты будешь сейчас против него рыпаться, он тебя поймает и поджарит. И о чём ты думаешь, он знает тоже. То есть даже вариант сфиги в кармане тоже не пройдёт. он такой большой, очень большой и у него очень-очень много сил. И такой силы, и другой силы. И против него не попрёшь. Соответственно, что остаётся? Это полностью распластаться и перед ним себя ляхне. Помогите мне с переводом. Кния, как это сказать? Вот как ты сдаёшься во время войны, вывесил белый флаг, поднял лапки и сказал, не надо, не бейте си. Подчинение. Подчинение, сдача скорее. Эпитуляция. Эпитулировать. Да, да. Вот это. Теперь, теперь. Иногда это тоже правильно. Иногда это правильно. Особенно если человек более грубый, да, это нормально. Теперь, как я себе представляю, как это, возвышение представления о воде. Это представлять его не как Раф, Раф Шарки очень сильно ругался по поводу вообще представления о Боге, как о высшей силе, что это сила. А представлять его, допустим, как научного руководителя моей дипломной работы в аспирантуре. Он лауреат Лобелевской премии, он светил в своей области все, что хотите. Но я с ним буду спорить, несмотря на то, что я салага, потому что так мы учимся, и так мы продвигаемся, и так научная работа построена, несмотря на то, что я его мамаш-маш боготворю, наши отношения не будут совсем другие. Я понимаю прекрасно, кто я и кто он, но я если чего-то не пойму, скажу, ты не прав, и надо вот так. это тоже какое-то кто-то выше, кто-то ниже, но это совершенно другое, это другая совершенно иерархия, соответственно, Бог, если уж, как-то это, это моральный империатив, в первую очередь, и тоже у него очень много сил, а потому что как бы он это марат. Соответственно, вот именно таким образом подниму, теперь, при первом представлении, соответственно, от этого у нас сразу проистекает смирение перед Богом. Если Бог у меня представляет, я его представляю по первому грубому варианту, то смирение, но единственным вариантом, оно тоже грубое, это капитуляция, поднятие рук и, в общем-то, рабство. Делай то, что скажешь, потому что убежать некуда, но, как бы, был бы возможно, убежал бы, но вот нельзя, не задачка такая, плохо. Соответственно, у нас получается, что вот это вот скромность, которая будет проистекать от низкого представления о Боге, она будет с чем связана? Запущенность, небрежность, праздность, ничтожественно. Ну, как раб. Пока его палки не пнули, он никуда сам не пойдет. Без угроз, да? То есть, что вот тебя оставили, что ты будешь делать, ты будешь лежать на диване. А что будет студент, лаборант, делать, у которого какое-то важное исследование коронавируса, будет до трех ночи по собственной инициативе продолжать эксперимент. Потому что интересно и важно. И потому что вообще он достоился чести работать с таким великим профессором. О! Вот это вот скромность. Она нам должна дать по правильному величие. Кстати, оптичь. Величие. Благородством и душевной тонкостью. То, что мы должны получить. Припоявствовать своего обидателя мужеством жизни. Абсолютно противоположное качество. Величие мы увидим в следующем отрывке, поэтому не хочу сейчас перебегать. Но здесь, как бы, да, то есть, скажем так, для меня немножко неожиданный взгляд на скромность. То, что интересно для меня, для нас, я надеюсь, это то, что правильный скромность, она очень сильно зависит от взгляда, производная от взгляда на Бога. чем более он высокий, нежный, правильный более, тем он, тем он, тем скромность она лучше. Здесь я хочу сделать маленькое отступление по поводу взгляда на Бога. Как мы его представляем? Я его сейчас нарисовал так и нарисовал так. На самом-то деле, у нас в иудаизме есть такой принцип, что Бог, он не познаваем, его никак не надо представить и так далее. Как же тут раб говорит о представлении Бога? Лишь в той мере, в которой возрастает представление человека о величии Бога. Как я могу что-то представлять его величие, если мы сказали, что Бога не представлять нельзя никак. Здесь я вам сам напою то, что написано у Рава. Здесь недалеко тоже в очень близких в очень близком месте Рав это объясняет. Он говорит так. Мы не можем никак вообще не представлять Бога. Наше сознание работает двумя уровнями. Сперва мы его представляем себе как-то, а на это сверху ставим верхний этаж, говорим, а на самом-то деле это неправильно, Бог гораздо больше, выше и так далее. Соответственно, очень важно, как я себе дам, то есть, например, вот я слышал на лекциях о воспитании детей, у детей представление о Боге, оно списано с родителей, был большой папа, большая мама. У нас, видимо, потом тоже, то есть, есть что-то на основании чего, есть что-то, что да, а потом приходит нет, есть какое-то представление о Боге, а потом говорю, не-не-не-не-не-не, это неправильно, по-настоящему, это гораздо выше, больше, вообще не постижит. Но, теперь, к чему это Раф там говорится тоже в нашей теме скромности, потому что человек, который гордится, у него собственное представление о себе выше вот той картинки Бога, которую он рисует. И так у нас получается гордиться. Но это уже другая тема. Я хотел сказать, что у нас получается, что представление о Боге как высшей силе, как большое такого силе, которое тебя подавляет и так далее, ой, так силы еще больше, так совсем. Это вот представление Бога, о Боге, которое мы в конце потом очистим, скажем, что это неверно, оно очень-очень важно. Соответственно, наше представление, что такое Бог, что такое не Бог, несмотря на то, что это непостижимо, это очень-очень нам важно. Эта важность, она не теоретическая, она практическая. видим, допустим, сейчас от этого у нас протекает, допустим, скромность, но вообще отношения человека к жизни и в жизни очень сильно проистекают от того, как он себе представляет Бог. Насмотрщик с дубиной, это папа, это супруг, это любовь, это обязательства, это ответственность. Не важно как, но вот как человек представляет, а потом это дело моет, на самом деле он выше, то есть он это, что он делает, он просто это берет и внутри у себя умножает на 10 тысяч, на самый большой член, который он знает. Ну, вот так вот это работает. Ну, вот с этим отрывком более-менее все, у меня еще есть еще один, а пока я, как всегда, хочу сделать остановочку и дать вам можно мне, да? Конечно. Смотрите, все совершенно верно, мне тут кроме некоторого ощущения в определении проблемы, в определении скромности, все-таки по привычке вы определяете его как в общем уменьшение себя. Когда мне казалось и из того, что Рау пишет, мне казалось, что это не отношение к себе, а соотношение между мной и Богом, соотношение между мной и другими людьми, соотношение между моим представлением и другими представлениями, моим пониманием о мире и другим. Почему я это говорю? Потому что можно посмотреть, если вы не видели, комментарий Геная Рава Кука к скромности Гилеля. Там тоже невозможно длина, довольна комментария, но одним из как вырисовывается представление скромности, что человек соотнося себя, вот здесь это тоже как бы видно, мне кажется, соотнося себя с величием Бога, понимает, что его личное мнение, как бы оно не было велико, или понимание, оно не все включает, есть еще что-то, то есть ты даешь место, возможность открыть. Но это само по себе это ограничение, это принижение себя. Нет, это не принижение, не, наоборот, это понимание, что как бы я не был велик, есть еще что-то помимо меня. Я при этом себя не... Я признаю собственные границы, если я не знаю... А, безусловно, признание собственной границы, но не сужение себя, вот против чего я как бы... Сужение. До того я думал, что выше... У меня границ нет. А сейчас я понимаю, что есть. Нет, на самом деле... Почему я думал, что... Может, человек всегда думал, что я знал, что у него есть границы. Это на самом деле очень интересно. Это вообще сейчас мы уйдем в другую степь, это... Но в философии, например, философия Розенцвайга по Хаве-Геула, я как раз на курс хожу по этому, по его философии, это одно из самых таких базовых понятий, что человек не может дойти до откровения, пока он не осознает свои границы и не признает свои границы. Я вообще со всем, что вы говорите с этим. Да, да. Но поэтому, поэтому само понимание... Ну, может быть... Здесь я не думаю... Я не хочу... Я не хочу спорить, потому что вы правы. Да, да. Вот я тоже не хотела спорить, с этого я начала. Вот, нет. Поэтому, поэтому вот это вот то, что он пишет, вот соотносит с пониманием, соотношением между всеми великими вещами, которые есть в мире и Всевышнем, это именно вот осознание такого большого пространства, которое есть еще вне него, да, что его, как сказать, то, что Рам говорит. Да. А если, а если я не осознаю это, то я просто остаюсь в своем крошечном пространстве, в этом приниженном. Да, вот это... Моя скромность, она... Я просто слукавил. Я просто слукавил. Мое определение, оно в основном относится к следующему абзацу, который мы еще не... Там мы это посмотрим. И там же написано многое из того, что вы сейчас сказали. Я с вами согласен, но своего определения на данный момент... Хорошо, хорошо. Да на самом деле, вы меня уговорили. Я не встаю. А когда мы получим второй еще абзац, мы посмотрим, вдруг я, короче, не буду. На самом деле, это интересно, потому что, если соотнести это с понятием цинцума, то есть, самоограничение, действительно, божественного акта, оставление места для человека, то это... Вот то, что вы говорите, самоуменьшение, оно может быть разного типа, просто, да. Один, это уменьшение, как есть, кто я и что я, разве я могу заниматься таким возвышенным делом, как уборка и бедхмессета. И между тем, что просто дать место другому, что это моральный акт. О, дать место другому, этим мы закончим, потому что, с этим у меня проблема. Кто-то еще... Вопрос просто, как на иврите Раф говорит насчет скромности? Какие слова он употребляет? На иврите? Скромность и хвот хали-бавот, это его слово. От его имени, собственно, приводит вот этот термин. Я не совсем знаю, а что, какая специфика к ней? Можете сказать? Тут же написано в нашем, в нашем отрывке. Есть подчинение человеку, а Богу. А, понял. Только Раф берет это подчинение и немножко его поднимает наверх. Если это то, что в тебе будет такие вот качества, это правильно. А если нет, то ты что-то делаешь неверно и представляешь это подчинение, в общем-то, и меняешь подчинение грозному владыке, подчинению Богу. Это что-то неправильно. Кто-то еще? Хорошо. Давайте тогда следующий отрывок. Я его совсем недавно, я только-только начал его учить. Он мне так понравился. Он мне зарвал немножко голову. Но он настолько все вещи поставил на свои места. и, знаете, этот отрывок, он настолько Раф Кукный, он настолько вот как это вот, Офиани, он вот настолько вот его, это просто сказка. Давайте, давайте сейчас к тексту. Да, хватит. Введение. Введение. Итак, текст. Обманчивая гордость, истинная скромность. Гордость загрязненная лжива. Ведь она происходит из источника двойной лжи. Ложь основная, забвение величия бесконечного эмсо. И ложь вторичная, если все обесценено и сведено к нулю, откуда возьмется величие и подлинность отдельной личности? Скромность же включает истинную гордость и праведное смирение. Память о бесконечном свете крепнет и оттеняет ничтожность отдельного человека. А также ничтожность всего мирового бытия по отношению к их высшему источнику. Из этой скромности вытекает радость. При мысли о важности творения, основа которого настолько велика и значима, что ценности ее озаряют все сущее, в Боге прославится душа моя, услышат скромные возрадовательства. Сейчас мы вернемся к тексту еще раз. А пока мы говорим тут пора в куку. У нас есть скромность. Она делится на правильную скромность и неправильную скромность. неправильная скромность это плохо. Правильная скромность это хорошо. А теперь мы это все перевернем. Напротив скромности есть гордыня. Так вот гордыня тоже делится. Но неправильную гордыню и на правильное величие. И Раф это изучает вместе с нами вместе. Мы привыкли, я привык, что мы каждое свойство в душе учим по отдельности. Вот здесь вот у нас скромность. А здесь вот гордыня. Гордыня это фу, это плохо. Скромность это классно, это хорошо. Вот это мы учим здесь. Это мы учим так. Раф это учит вместе. Где гордость плоха? Где она хороша? Как она относится со скромностью? Где скромность хороша? И где-то отрицательная приниженность. И отсюда, конечно, я взял, что скромность – это внутрь, сжимаем, а гордость – это снаружи, расширяем. Иногда сжатие – хорошо, иногда плохо, иногда расширение – хорошо, иногда плохо. Вернемся. Гордость – загрязненная лжива. Ведь она происходит в источниках двойной лживы. Первая ложь – забвение величия мцов. Бесконечно. Мы забыли про Бога. Он нам не нужен. Он небольшой, маленький, в общем. Он нет, тогда я могу делать все, что хочу. Я большой. То есть первая ложь, она принципиальная. Она – это корень. Мы забыли про Бога. А если мы забыли про Бога, и ложь вторичная, если все бесценено и сведено к нему, то все творение, оно тоже бесценно. Это тоже бесценно. Итак, неправильное расширение, неправильная гордость приводит к обесцениванию этого мира и Бога. В скромности неправильной. Откуда возьмется величие и пользование отдельной личности? Соответственно, человек как-то себя не уважает. А, соответственно, сделать какую-то гадость – ну, нормально. И наоборот. Человек есть личное величие. Он понимает свое величие. Мне не подобает, как человеку, сделать такую вот гадость. Я это не буду делать ни потому, что нельзя. Это не подавает мне. Но ты смотришь на себя как на величие, и поэтому… И за величие мне не будешь делать чего-то. Здесь у нас, наоборот, гордец. Только уступил ему на пятку, он тебе сейчас все снесет. Но он циник. Все в его взгляде, все в его взгляде на мир, ничего не стоит ничего. Мир обесценен полностью. Нет чего-то, за что стоило бы жить положить, вообще дергаться. Гордость приводит здесь к обесцениванию. К сжатию, к абсолютно, к то, что мы видели в прошлом абзацерах, назвал шифлут, ничтожество. То есть весь мир в его глазах по ничего не стоит. Это какой-то искаженный вид скромности. Итак, искаженный вид величия, гордость, приводит к искаженному виду скромности, низости. А теперь перевернем это все. То есть здесь у нас гордость и скромность работают в сцепке. Здесь этого не написано. Это написано во второй половине, поэтому я это прилепил сюда. Итак. Скромность же включает истинную гордость и правильное смирение. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. На этом месте у меня уже башка эта самая разрывается. Скромность включает правильную истинную гордость и правильное истинное смирение. Это гордость. Это я, если я прошу прощения, это скромность. Не то, что мы расстреляли гордость, это фу, это нехорошо, это плохо. Это очень хорошо, если мы увидим где. Только движение внутрь, движение внаружи должно быть правильное, верное. Тогда все будет хорошо. Память о бесконечном свете крепнет и оттеняет ничтожность отдельного человека. Что такое бесконечный свет? Это Бог. Потому что я помню, знаю, что Бог, Он велик. Соответственно, я по сравнению с Ним, как Нехам Астамин, я ничтожен. Ничтожен. А также ничтожность всего мирового бытия по отношению к Высшему Источнику. По сравнению с Богом и я, как Личность, и все творение – это ничто. И это скромность. Правильная. Но тогда что она порождает? Она порождает величие. Правильное. Из этой скромности вытекает радость. При мысли о важности творения, основа которого настолько велика и значима. Что такое основа, которая велика и значима? Это что? Это Бог. Он основа творения. Он такой значимый. И Он решил создать творение. Значит, оно тоже очень важно и значимое. Что ценность ее озаряет все сущее. И я, как Личность, тоже значим и важен. То есть скромность порождает гордость. Правильную. Я специально пользуюсь терминами. У нас есть другие термины. Для всего этого я тоже этим пользуюсь. Скромность включает истинную гордость и праведность мира. Соответственно, гордыня наоборот. Она тоже включает гордыню. Я тут самый крутой. Что-то идет большое. А все остальное маленькое. Бог маленький. Мир маленький. Все остальные маленькие. Можно их топтать. Нельзя без скромности и гордости. Нам нужно и то, и другое. Когда это неправильно, это называется в общем гордыня. Но там внутри есть и скромность, и гордость. Когда это правильно, это в общем называется скромность. Но там есть внутри и скромность, и величие. И гордость. Это то, чего я хотел с вами поделиться. Вот этот клубок, когда Раф нам вместе, как это, по-гегелевски, борьба и единство противоположностей, свел скромность и гордость. И как это, по четырем осям, по четырем направлениям. Есть скромность, верная и неверная. Есть гордость, верная и неверная. И вот так вот, как они друг с другом работают. Так я это вижу. У нас был еще один отрывочек на эту же тему. Он был длиннее и немножко сложнее. И вы меня простите, иногда, комментируя этот, я немножко вставлял из того. Ну вот, как бы, а, и, конечно, вот, здесь мы видим, безусловно, что тоже, то, что хотел сказать, в начале, что скромность, она для цельных личностей, если взять не вовремя, не там, или не там ее понять, это может быть плохо. Ваши комментарии, ваши возражения, ваши мысли, просто меня это немножко доходит. Подергала, я решил, что я не могу, я хочу поделиться. Такое у меня церковь. Да, пожалуйста. Да что говорит, здорово. Просто здорово. Отличный, просто хидуш, который все ставит на свои места. Все ставит на свои места. Да, да. Вот ты как, как ты выдал это, она как бы раз как пазл вошла, и все встало на свои места. У меня вот такое ощущение, понимаешь? Все. Вот у меня тоже, вот это я прочитал Урава, и вот, как это, щелкнуло, и все стало на свои места, и я вот как-то понял, ага, правильно, что я избегал учить про скромность до того, потому что вот себя слишком уменьшить, когда у тебя нет достаточно душевной силы, ты не понимаешь, вот, как это, общую картину, это может быть катастрофично. Это может быть неправильно. И иногда это учение, то есть скромность можно оставить на потом. Да, да, спасибо, Михаил. Это именно то, что я почувствовал, поэтому я побежал с горячим пирожком ко всем вам, потому что, ну вот, не могу. Спасибо, Натан, пирожок отличный, очень вкусный, с удовольствием съел, вот. Спасибо, Рава, спасибо, Рава. Я так это самое, я просто грызу, это самое, иногда паскаю. Еще раз, подожди, а что ты учил? Откуда это? Это у Рота Кодыша четвертый том. У Рота Кодыша. Спасибо. Я же хотелось больше понять, немножко вникнуть, я понимаю основной смысл, что ты хотел сказать, но вникнуть, почему она стоит после Вейрамхии, после очень многих важных других душевных свойств. У тебя не то, что у меня есть ответ, это скорее вопрос. А, я это припрятал на конец, я этим хочу завершить урок. А, мы еще не до конца. Если это вопрос, то давайте отнесемся к отрывку, а потом я расскажу, как бы, как я вижу скромность и в чем я ее тоже вижу, опасность и как я это, то есть меня это тоже сейчас трясет, потому что я чувствую, что как бы, вот я начал к ней трогать и как бы, и, знаете, меня начало немножко разносить, как бы, этот самый движок, который попал в резонанс и вот его немножко колотит. Не то, чтобы сказать, какой там супер скромный, но как бы у меня ощущение, что это начал дотрагиваться до этого качества и оно начало меня разносить. Я пробую объяснить, в чем я вижу проблемы со скромностью, но пока, то есть, как бы, выходит просто немножко так вот очень, вот смотрите, какой я крутой. Я, ну, хорошо, да, пожалуйста. Ширель, кто-то хотел еще сказать? Если нет, то мы продолжим, завершим это самое, я скажу. Нет, пока вроде нет. Да, кто-то еще? Значит, я хочу завершить этот урок тем, что, как бы, собственным ощущением оно такое. В чем проблема скромности? Я это беру сейчас сразу в разрад идеи. В разрад идеи. Не разрад идеи. Что такое скромность в смысле идеи? Это то, что я... Как я отношусь к другим мнениям, которые против моего. Не согласны с ним. То есть, нормальные отношения, я с ними воюю. То есть, я их полное отвержение и отрицание, нормально. И, в общем-то, все в порядке. Иногда я могу поменять свое мнение, накапливается какая-то критическая масса каких-то там вещей. Я, у меня, переходит в другое состояние. У меня появилось другое правильное мнение, но я, ну, мое поведение осталось тем же самым. Я воюю с мнениями, которые я считаю неправильными. И так же с теми, которые у меня были в прошлый раз. Может быть, у меня и к ним есть немножко эмпатии. А, я там тоже был, а ты еще только там. Но я тоже с ними воюю. Вот это мнение было правильно. А это неправильно. Теперь, с точки зрения скромности, что она говорит? Она говорит, а, великая, божественная, правда, она же больше, чем поместится в твоем кармане. Часть ее есть также в противоположном мнении, с которым ты споришь. Это скромность. С этим есть проблема. Что вот это вот правильное такое вот, и ты прав, и ты прав, и ты прав, оно тебя делает таким вот безродным коспополитом. А секундочку, а мое мнение, за которым я держусь, оказывается, что ты уже не можешь за него так сильно держаться. И ты уже оказываешься вообще непонятно где, непонятно что. А воевать за свое мнение у тебя же нет сил. И тебя начинают рвать. Вот это вот, если ты действительно с эмпатией пытаешься из всех других мнений прислушаться, то ты оказываешься отстраненно, отдаленным от своего собственного мнения. Ты оказываешься, ты оказываешься как бы нигде, никто и ничто, как бы у тебя выбило почву из-под ног. Ты очень близок к такому пофигизму. А, и это мнение, и это мнение, и все это, в общем-то, и неважно такое. Да, важно, очень важно. И именно поэтому мой вывод, как бы, что скромность – это для ценной личности, которая может, у нее достаточно душевных качеств, оставаясь уверенной в своей правоте, с эмпатией слушать противоположные мнения и пытаться из них вытащить то, чего тебе не хватает. И если нужно пролеплять в себе, если нужно изменять свое мнение, но основа здесь, что у меня хватает сил с одной стороны держаться за свое мнение крепко, а с другой стороны с эмпатией слушать чужие. И вот это, когда у тебя недостаточно сил, тебя начинает колотить колбасить, это то, что я чувствую про себя. Пока я живу по-нормальному, вот это вот правильное мнение, мы его отстаиваем. Все остальное неправильно, с ними мы боремся. Все хорошо. Даже если время от времени ты меняешь свое мнение, все хорошо. А в тот момент, когда ты начинаешь трогать эту самую скромность, и, окей, мое мнение правильное, да, но вот там тоже есть что-то верное, давайте это послушаем с эмпатией, тебя начинает рвать. Это мое личное ощущение, вот, и поэтому я с этого начал, что скромность, она сверху, она для цельных личностей, а если ты немножко недорос, и туда ты суешься, то тебя может порвать. Вот, это мое ощущение. Вот, ну вот так. А теперь я тоже хочу послушать ваше мнение по поводу, вот так. У меня есть мысли, если можно, я поделюсь, да? Добрый вечер. Добрый вечер. У меня есть мысли о том, что вот вы так разложили скромность и горденью, да, гордость, простите, скромность и гордость, вы так разложили, и вот у меня появилась такая мысль, что если без изучения Торы человек сам по себе вот чувствует за себя гордость, и у него это чаще всего сопряжено с гордыней. А человека скромного более сопровождает вот это какое-то самоуничижение, какое-то такое желание потеряться, где-то затаиться. И вот здесь как раз показывается, что нужно, как у первого человека, у того, как нужно взять качество положительное, как и у того, который очень скромный, нужно и возрастать. То есть как одному понизиться, так и второму нужно вырасти. И исходя из этого, где-то я начинаю терять мысль, исходя из этого, получается, вот как раз первое предложение, наверное, звучит, то, что именно Тора ведет к этой осторожности. Как осторожности с точки зрения слишком превознестись, как так и слишком упасть. То есть только Тора, наверное, может к этому балансу привести, получается, да? Спасибо большое. Вы говорите моими словами. Мое определение Тора – это баланс. Видимо, я хотел как-то ответить на вопрос Нехама, который задал вопрос, почему в иерархии эта скромность, это посередине, да, они вначале летят там. Видимо, потому что человек сам не способен к балансу прийти. У меня немножко другой ответ. Извините. Да, вопрос не то, что он должен много изучать Торы в Брайте. Брайта показывает работу над своими душевными свойствами. Ты себя сначала научаешь быть осторожным, потом расторогно. Потом он постепенно, да, человек вкладывается в совершенство своих свойств. И когда эти свойства уже совершенны, когда он сам уравновешен, это работа над собой, это не Тора, это то, что Натан говорит. Когда ты дошел до какого-то уровня того, что твоя оценка других там, или твои отношения к миру и к себе, она дошла бы до какого-то уровня, тогда ты можешь позволить себе вот быть как Гилель, да? Хотя это на самом деле Талмуд говорит, всегда человек должен быть как Гилель, который скромен, а не как Шамай, который педан. И показывает нам примеры там, как Гилель скромно относится. Но вот именно его скромность заключалась в том, что он готов был принять, увидеть нечто важное, точку зрения другого человека. И не то, чтобы полностью ее принять, но увидеть зерно, которое в ней есть, да? Научи меня там на одной ноге все, что сказано. Понятно, что это, так сказать, невозможно с точки зрения Шамая. Он принимает это вот только в рамках Шамая, собственного представления о мире, и говорит, это невозможно. А Гилель понимает, что человек другой взгляд на мир. В его устах это значит что-то совершенно другое. Он это как-то берет за отправную точку и продвигает человека, да? И именно вот это открытость в нем работает. Но при этом там вторая история. Человек пришел его злить. Он его тут долго-долго-долго пытается дурацкими как бы вопросами разозлить. А Гилель все эти вопросы превращает в... Это у Рава Кук, очень интересный комментарий, превращает в философские проблемы, которые он раскрывает при этом. Да, это замечательный вопрос. Тому казалось, что это шутливый вопрос, который его разозлит. А он, вау, из этого мы учим то-то и то-то и то-то, да, как бы. И все это до того момента, когда выясняется, что человек все эти вопросы задавал только для того, чтобы разозлить. И тут тоже Гилель этого не готов принять. Вот этого он не готов принять. Вот это вот, на этом месте стоит граница. что это, мы видели, что он всех геров принимал и все вопросы принимал. Но то, что человек задался целью разозлить Гилеля, чтобы получить на этом деньги. О, ты на этом проиграл, и это тебе будет урок, и, может, ты исправишься. Да, это поразительно. Вообще, надо почитать комментарий Рава Кук, к этому он очень-очень интересен. Но вот это вот, то, что есть еще граница какая-то. Я могу много какие точки зрения принять и понять, и с ними быть солидарной, но есть граница этому, ребята. Если эта граница не четкая, начинается саморазрушение. Да, 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 когда, ну, это тоже, ну, и Хизбалла в чем-нибудь права, и евреи, наверное, там, да, и у них рыльца в пушку, и стоит иногда их позаривать, ребята, откат. Да, да, да. Я слышал Рав Шарки по этому поводу, тоже от имени Рав Кука. Рав Кук говорит, что это всех любить. А вот у нас есть заповедь войну воевать. Рав Кук говорит, что это было так. Если было бы возможно, стреляя в рага, его любить, то это было бы лучше так делать. Но так невозможно. Рав Кук говорит, ладно, хорошо, ненавидь его, ничего страшного. Так нужно только сейчас убить. Да, то есть, вот, моими словами, определяю, что ты должен дорасти до скромности. Это не что-то, что снизу. Это должна быть цельность личности, с тем, чтобы не подвергая ее опасности, не разрушая, ты мог с эмпатией смотреть на чужие мнения. Это не нижняя ступень. Это одна из, чуть ли не самых высоких ступеней. Именно поэтому. Да. И, конечно, 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 огромное спасибо, Ширель, за переводы. Без нее я была бы на всякую лапу. Так что, большое спасибо. Прекрасные переводы вообще. Классно она переводит. Я завидую. Спасибо. Натан и Нахама, вообще все. У меня остался вопрос на самом деле. А что же делать человеку маленькому, который еще не поднялся на вот все вот эти ступени, которые Рамхаль перечисляет? Вот как у него со скромностью? То есть, вот что мы ему оставим-то? Мое мнение – отложить скромность на путь. Ну, что у него на этом месте должно быть? Потому что гордыня – это плохо, скромности настоящей у него тоже не может быть. А что делать? То есть, просто вообще как бы отложить… Можно учить Раву Кукой и понимать, что должно быть и как правильно. Но вот та ситуация, которую я описал в конце, она для этого человека, допустим, по мнениям, держи свое мнение, воюй с неправильными и не пытайся их понять по скромному симпатию. Не надо, потом. Это следующий этап. Не перепрыгивай. По мнению, это может быть по-другому, но вот по мнениям – вот так. По отношению, ты чувствуешь собственное величие от того, что ты понимаешь, что ты маленький перед Богом, классно, и поэтому ты чувствуешь собственную ничтожность? Опасно. Иногда хорошо – опасно. Лучше схватить дистанцию, как от коронавируса. Оставь на потом. Оставь на потом. Равным показывает, что скромность – такая хорошая, классная штука, что все говорят, давай, давай, скромность – это очень здорово. Это может быть опасно. Гордыня – это может быть классно. Поэтому я привел наш эпиграф из другой книжки, из «Пути праведных», которая нам показывает эти ступеньки. Побрайте. И вот там скромность, она почти предпоследняя ступенька, предпредпоследняя, седьмая, 10-11. То есть она выше, четко, явно после половины, ближе уже там, последняя четверть, там перед, уже там перед пророчником. Насколько я понимаю, есть разные мнения по поводу, кстати, Месилат Исарин. Есть, считают, что каждый должен научить, а есть, которые считают, вроде как вы говорите, что это для людей высокого уровня, которые могут подняться действительно благополучно по всем этим ступеням. Тем не менее, мне кажется, что даже простой человек, есть многие ученики Ишивы, которые ходят с этой книжки, я видела, и может быть, они не могут, эти все ступенечки у них маленькие, небольшие. То есть, они работают понемногу над собой. Все мы немножко работаем над собой, зарезут, сгерут и так далее. Так же, и в этом вопросе может быть, когда ты на своих маленьких ступеньках, потом ты еще раз считаешь ее, ступенечки становятся побольше. В этом смысле и скромность может быть такая, я не берусь понять все очень далекие от меня мнения. Кого-то я не понимаю, это безнадежно, да? Или я его понимаю чуть-чуть. Чем больше у человека душа, вот такая душа, как у Рава Кукол, он может быть, может понять гораздо больше, чем я. Он может включить гораздо больше мнений внутри себя. Но каждый человек на его уровне, кого-то же я могу понять, кого-то я... Но вот расширение этой области... Ну, это осторожно, да. И оно иногда рвет, тебя трясет и... Осторожно расширяет то, что я могу. Я к этому стремлюсь. И я с осторожностью, да, потому что если я приду к тому, что у всех своя правда, да, у всех... Это моральный релятивизм такой, да, его надо стригаться, да, это надо себе отдавать отчет в этом. Но, с другой стороны, можно на себя поставить на место другого человека или на место тех, кто думает иначе. И это важно, выслушать чужое мнение, даже если ты с ним не согласен и не можешь его понять. Ну, в некоторых случаях, когда это вопрос с близкими людьми, я не могу его понять, но приходится принимать то, что ты не понимаешь. Я всегда говорю. Но, когда это посторонний человек, я не опятос. А можно задать вопрос? Да-да, конечно. То, что Нехама говорила, что человек, он должен пытаться выслушать другое мнение, но при том не переходить черту своих взглядов, да, где-то пытаться понять, но все-таки иметь свое мнение, не пытаясь согласиться прям со всем. и в этой попытке постигнуть мир и себя в этом мире, да, вот какое место занимает все-таки Тора? Что в списке мы вспомним, первое слово, это наверное, на Тора было сказано, Тора дает. Тора в этом занимает место, что она дает, она тебе говорит, что сперва что-то. И сперва у нас, опять я возвращаюсь, с Тора Кука, сперва у нас беспричинная ненависть, а после беспричинная любовь. Тора нас двигает по что сперва, что потом. Как Раф объясняет, какая польза от беспричинной ненависти, мы это говорили, чтобы мое мнение могло кристаллизоваться. Это первый этап, обязательный. Если этапы поменяю места, у меня будет первозданная энтропия, все разрушится. Если до того, как я понял, где, что я, и как, и какое, у меня мое мнение еще не сформировалось, я буду с эмпатией слушать чужие мнения, мое мнение не сформируется вообще. У меня не будет того, что я могу потом поменять на что-то другое. У меня не будет мнения, это хуже все. Поэтому первый этап, беспричинная ненависть, ничего страшного. Это не окончательный этап, но это этап сейчас. Мое мнение, все, чужое мнение, ничего, мое, я нормально. То есть торроз здесь раз. Это дает нам равновесик, вы сказали, а в нашем случае это что, зачем? Первый этап, это вот так, а потом ты уже вырос, у тебя есть мнение, ты его хорошо выучил, опс, ты его поменял, это тоже, это тоже это. Опять-таки, у тебя сейчас только одно мнение, это только единственное правильное, ты его поменял, у тебя было так, потом у тебя опс, стало другое. А потом, 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 у тебя такое мнение, а ты чужое, ты уже слушаешься, патя. Я хочу задать уточняющий вопрос, еще, тоже для меня сложно, да, что такое вообще мое мнение, если человек, он с самого детства формируется на основании взглядов, которые ему прививают вначале родители, потом в школе, социум, общество, какие-то, потом уже телевизор, возможно, интернет сейчас. То есть, это такая совокупность, совокупность мировоззрения, которая сформировалась у человека под влиянием всего того, что в этом мире его окружало, то, что сформировало его понимание добра и зла, например. Или там, если так, это правда, это верно, но это верно частично, потому что, если верно окончательно, то у нас нет, ни награды, ни наказания, ни заповеди, ни ответственность для человека за свои действия. У нас есть, мы это как-то обсуждали уже на одном из уроков, у нас есть либо детерминизм марксистский, все задано, немножко такой вот ислам, ты ни за что не отвечаешь, все тебе предписано сверху, ответственности лично никакой, и у тебя есть в общем религиозный подход, я его так называю, ты говоришь, у тебя есть ответственность. Да, на тебя повлияли родители, среда, воспитание, все-все-все-все, за свои поступки отвечаешь ты. Как это, помните Шварца с этим самым, с королем, который сейчас казнить начнет? А у меня тут тетушка, сейчас, ты сам, вот у нее, от ее у меня плохие гены, сейчас буду вам голову вырубить, но я не виноват, у меня тут тетушка. у него еще более точно дракон. генериозного подхода до теремии, смартиски, и теминистки. В драконе у него еще, извините, просто вы Шварца упомянули, в драконе у него еще там один выступает, но я не виноват, меня же так учили, а он говорит, а почему ты оказался улучшим учеником? как здорово. Это из дракона там, да, вот именно прямо так, я не виноват, меня же так учили. Это принципиальный вопрос, но это гораздо более принципиальный вопрос, выходит гораздо шире нашего урока, это вопрос мировоззренческий, и на любое мировоззрение могу привести много очень доказательств что это правда. Я верю. есть свобода выбора и отвечаю за свои действия, или я не верю в это, фаталист. И теперь каждый приточит тонну книг, доказывающие и фактов из жизни мира, доказывающие его правду. Это мировоззренческий факт. Но получается, должен все равно быть критерий, я один-единый, с которым согласились все, что вот так вот правильно поступать, а так неправильно поступать. И только тогда ты можешь нести ответственность. Нет. Тогда никогда не будет. Во-первых, это никогда не будет. И это самое, это слишком упрощает моральную картину. Моральная картина мира, она сложная. Она сложная. То есть, как это, это я очень люблю. У христиан это просто. Прав всегда сильный, слабый, прошу прощения. У мусульман тоже просто. Прав всегда сильный. А у евреев всегда сложно, потому что прав, он правый. Иногда это сильный, иногда это слабый, иногда это тот. Иногда в этой ситуации прав Вася. А в такой точной ситуации в другое время с другими людьми прав Петя. А общего, общей панацеей, общего трафарета, который можно наложить и получить в том анекдоте, что такое рабанут, это такая машина. Ты туда вкладываешь одну бумажку с вопросом, другую бумажку с ответом, 10 рублей, и он тебе печатает имя раба, который на этот вопрос дадет ответ. Ну нет такого. Моральной жизни, то есть, если мы говорим, допустим, нет Бога, соответственно, некого винить за то, что есть в мире зло. А Бог есть? Его можно обвинить? Есть ответственность моя и так далее. Нет Бога, нет ответственности. Окей, значит, кто виноват? Дарвин виноват в том, что я делаю гадость. Тедушка виновата, воспитание мое виноват. А есть Бог. Иногда я виноват, иногда я не виноват, иногда воспитание, иногда я, иногда я действительно, меня бросили, я тут ни при чем, действительно. Ситуация, она сложная. Сложная и нас нет принципиально. Почему? Как это? Ивре учат там, там на каждый вопрос и так, и обратно, и обратно, и так. Мы должны понять, что нас нету, в конце концов, книги трафаретов, которые можно наложить на любую ситуацию, включить готовый ответ и его сделать. Жизнь динамическая и простых решений нет. Ну, вот такая жизнь. Да, Нахамов? Я просто хотела привести такой замечательный был Хана Нэшель, историк, у которого я училась когда-то, истории, но как в истории, так и в других вещах. Он замечательный афоризм сказал. У сложных вопросов есть простые, неправильные ответы. Отлично, Нахамов. Большое спасибо. Я предлагаю с вашего позволения на этом наш урок закончить. Кто-то хочет для окончания сказать пару слов, я буду рад. Вот, ну, давайте так. Отлично. Да, да, да. У сложных вопросов есть простые, неправильные ответы. Нет, ну, Галаха же существует, Ле Маасе, что называется. Да. Она охватывает большинство, но не все вопросы. Пожалуйста. Во-первых, в вопросах морали это совсем не так очевидно, что можно есть, гораздо меньше есть готовых галактических ответов. Вопросы, которые мы каждый день, каждую минуту сталкиваемся, никто тебе не даст готовый ответ. А в вопросах, даже в вопросах не морали, а в сложных жизненных ситуациях, Талмуд дает миллион разных критериев, но не миллион, много разных критериев, по которым эта сложная новая ситуация должна быть разрешена. Если кто-нибудь когда-нибудь видел, шутим, то есть шелот-от-шелот, респонсы, которые Равы дает, они растягиваются на десятки страниц. Они анализируют миллион, очень много разных критериев и разных ситуаций, в которых давали те или другие ответы, насколько они применимы в данном случае. Поэтому Галахан совсем недорогая такая простая штука, недостаточно прочесть Шурхана Рух для того, чтобы даже Тур недостаточно, и Рамба вместе с ним недостаточно. Надо знать гораздо больше для того, чтобы сложные ситуации судить. В простых ситуациях, конечно, но именно этим Талмуд занимается, что он разбирает сложные ситуации, разбирает критерии, которые применимы в различных случаях. В таком случае такой критерий, а в таком случае другой критерий. Мы берем какой-то вопрос и пытаемся понять, какая именно была там ситуация. Если ситуация была такая, тогда там. А если ситуация была чуть-чуть другая, тогда совсем по-другому. Ну и так далее. Как это вопрос от полгудиста. Добавить мне к этому нечего. Добавить, пожалуй, действительно нечего, просто, видимо, это ответ в каком-то смысле на вопрос, который раньше был задан. То есть, каким образом формируется у человека, скажем, который живет внутри, как бы сказать, Торы, каким образом у него может формироваться свое мнение? То есть, если он усвоил достаточно вот таких вот принципов и критерии и умеет их применять, таким образом он уже может формировать какое-то свое представление о чем-то. Можно так сказать? Можно. Совершенно верно, но в чем есть еще некоторый личный вклад человека, это в его оценке ситуации и в его оценке ценностей и важности разных параметров, которые эту ситуацию складывают. И в этом случае ответ разных равенов может быть разным, поскольку один будет считать, что в данном случае, ну, как сегодня, есть различные мнения по поводу того, какие средства нужно применять в отношении эпидемии. Я просто беру не глагический даже вопрос, а именно практически, да, насколько мы расцениваем ее опасность, насколько мы расцениваем способность системы здравоохранения с ней совладать, важность человеческой жизни, миллион разных вопросов и разные страны решают ее по-разному, да, потому что у них разные системы ценностей и разные оценки каких-то факторов, да, все это вместе, и так же работает, собственно, Галаха, да? Ну, да, совершенно верно, вот, например, я задаю вопрос Раву, ну, я или какой-то человек, вот, куда мне лучше отдавать сдавку, а Рав говорит, конечно же, лучше всего сдавку отдать на решиво, вот. Я сомневаюсь в таком Раве, потому что обычно нормально Рав говорит отдать тому, кого вы лично считаете нуждающим сильнее, или, такие ответы в общем случае слышала от Равенов, которые ее уважают, потому что это вещь очень личная, да, а если человек приходит к Раву и спрашивает, на ком мне жениться, на этой или на той, да, вот у меня это, да, как бы есть вещи, которые человек должен сам выбирать, я думаю, что дзадакай-то тоже, некоторое выражение, это важная такая вещь, которая отдана нам, на самом деле, я решаю по моим собственным личным критериям, кто из моих знакомых, или, или, может быть, из организации, или Ишип, неважно, кто наибольше, кому я хочу отдать, это мое право, как бы, я думаю. То есть, в этом случае я как бы сам для себя вывожу в Галаху, то есть, образно выражаясь. То есть, на самом деле, каждый из нас постоянно вот так вот на уровне действия для себя определяет Галаху. То есть, при этом, есть какие-то раввины, которых я буду слушать, и есть какие-то раввины, которых я не буду слушать. Но это, опять же, тоже мой выбор, и даже если я слушаю раввина, все равно я Галаху восстанавливаю сам для себя, слушая раввина. То есть, где-то вот так вот. То есть, я почему об этом по поводу торы и вот мне просто захотелось немножечко этот как бы приземлить этот вопрос о чем мы говорим когда мы говорим о торе то есть о моих выборах которые я совершаю здесь и сейчас собственно говоря из чего я исхожу из каких-то своих приоритетов выборе тех критериев из тех критериев которые ставит тора то есть какие для меня на наиболее важны сейчас и исходя из этого я буду слушать того или иного раба и уже исходя из того что я значит услышу отрава я буду принимать решение опять же в соответствии со своими качествами которые есть у меня и как бы от меня неотъемлемо я думаю что действительно большой раввин так он человек и направляет вот как вы сказали но есть вещи которые раввин вам скажет это категорически нельзя но я на самом деле если я уважаю этого раввин я буду слушать понимаете да есть вещи которые которые мы полагаемся на них сто процентов когда мне рассказал там например ты поступаешь нехорошо которая очень уважаю я очень решила раскаяться например ну и это нормально я думаю что есть это так как я говорила есть раньше да есть границы какие-то есть вещи которые как сдака я думаю которые даны тебе на твое решение задействует свои критерии моральные и душевные какие-то а есть вещи которые в общем-то в данной ситуации там действие не приемлемо он скажет нужно действовать только так и так другого варианта нет я думаю это это просто вот есть разные да то есть в этой ситуации видимо правильное применение смирения то есть то что я принимаю решение раба которому я уважаю в этом ведь есть тоже проявление смирения да я извиняюсь может быть немножко как бы в сторону уважаю это все очень интересно это все практические вопросы вот действительно связаны ну не абстрактно с какими-то возвышенными просто идеями а с практикой жизни тем как действовать и как принимать решение да то есть место смирения получается есть на уровне простого человека то есть например смириться перед мнением того кто знает понимает больше чем я конечно нормально например да вот и люди там которые взорвали эту самую атомную в чернобыле у них тоже возникло мнение что они может понимать больше можно какую-то кнопку нажать я не помню там но есть вещи которые нельзя делать которых ты должен смириться с мнением специалистов иначе все взорвется очень приятно вас был увидеть потому что как бы потому что мы не всегда понимаем тоже специалисты специалисты нас нас тоже не понимаю А, нет, на самом деле, я думаю, нужно спросить не о каких специалистов, нужно спросить не о каких специалистов, всех их послушать. И делать по-своему. И делать по-своему, да. Ну, вообще-то это не приветствуется в Галахе, потому что есть некий общий подход человека, да? Ты не можешь смешивать разные подходы, в принципе. Это тоже сама по себе большая проблема, поэтому я не могу здесь особо какого-то мнения высказывать, но это просто видно из Галахи, в принципе. Если уж ты идешь по этому пути, ты должен во всем как бы действовать. Нельзя брать, это и сказано там, нельзя брать там из облегчения Шамая, из облегчения Гилеля. Потому что у каждого есть какая-то концепция, да? Это не просто так, это критерий, который применяется в разных случаях. Если уж ты согласен с его применением, ты должен его, так сказать, да, следовать ему не только там, где это тебе выгодно, но и там, где тебе это не выгодно. Ну, это, так сказать, отдельный вопрос. Это, да, если, допустим, человеку задается вопрос, а, ну, допустим, по поводу своей жизни. Ну, по поводу своей жизни это вообще так сложно руководствовать. Ну, то есть это как весь путаница между там ПСАК и Совет. Да, да, да. Человек, он идет к Краву, спрашивает, покупать ему эту квартиру или другую. Ну, так хорошо, пойди к Краву, пойди к другому, пойди посоветуй с родителями, не знаю, с женой, с другом детства, собственно, как бы. Если какие-то вещи, которые касаются твоей жизни, то мне задавай это только. Нет, конечно, конечно. Вы знаете, очень сильно хочется обставить еще сейчас своих пять копеек, потому что у нас как раз вот на днях был разговор с другом о том, об исполнении одной из заповедей. Есть такая заповедь давать в долг бедняку или нуждающемуся человеку, ну, там, при том, не давать вот проценты, но это другой вопрос. Когда ты даешь человеку в долг, получается, здесь стоит критерий, на какое дело ты даешь, да? То есть нужно взвешивать или вот тупо, как написано в Торе, это давать в долг и там не задумываться на то, что это может опустившийся алкоголик, который пробивает, или наркоман, или там, ну, какие-то... Это очевидно, конечно, да. Разночастные случаи, и вот, и вот, получается, сам посыл в Торе дан. Но как-то здесь нужно уже, получается, эту заповедь взвешивать на весах, на весах частного случая, получается. Конечно, конечно, это вот типичный гримент того, что мы говорили, потому что, в принципе, это очень важное дело, но давать на наркотики, это преступление. И вот, и вот, получается, здесь... Нет, это не на наркотики. Здесь... Здесь... Как бы, то есть я могу дать, без возврата, допустим, 500 шекелей в долге, могу дать 10 тысяч шекелей, да, как бы, то есть я... Понятно. И, как бы, нужно понимать, что человек, которого действительно он не может вернуть, то на самом деле, как бы, когда ты ему сдаёшь, нужно понимать для себя, что, как бы, что я ему даю тоже без возврата, тогда может быть меньше, чтобы не оставить себя в опасность. Потому что, как бы, я могу, как бы, какие-то вещи уже просто человек, как бы, мы можем сами себя поставить в опасность, потому что дать человеку в долг какую-то сумму, которой у нас тоже не совсем нет, или там есть у нас временно, как бы, и... То есть нужно вот это именно понять, как бы, потому что человек, как бы, он может просить в долг, у него просто нету возможности это вернуть, он хочет, не то, что он против, он хочет вернуть, но он реально, он не сможет. Ну, знаете, в приведённом примере, вот, я хотел бы дополнить то, что это не стоит вопрос вообще, давать или не давать. Вот написано в туре давать взаимобедняку. Вопрос в том, что... Нет, 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 не правит. Я сейчас хотел бы договорить, да, о том, что вот здесь не стоит вообще, что ты вообще вот живёшь себе, сам свои потребности только понимаешь и никому ничем не помогаешь. Это не в том вопрос, а в том, что вот ты хочешь дать, и заповедь, в принципе, к этому побуждает тебя. Но ответственность твоя возникает в том, если ты неправильно дашь. О, отлично, правильно, да. И здесь есть много точек, я просто получил. Во-первых, ты же сказал, Русь, в тот момент, когда у тебя есть подозрение, что ты не получишь его денег обратно, заповеди одалживать нету, точка. Несмотря на то, что из простого текста Тора может показаться не так. Аллаха, я это видел у Хавецхаймада, он пишет, знаете, там длинная-длинная простыня, Аллахот, и так давать, и так давать, и так давать, это как классно, как здорово, и всё, и всё, и всё. А потом, в тот момент, когда у тебя есть сомнение в том, что ты получишь свои деньги назад, нет заповедя давать долг. Два. Очень может... Давать долг. Давать долг, нет заповедей. Второе. Это уже мое личное. Часто даже если человек может вернуть эти деньги, и даже если он не тратит на наркотики, это может быть не благословение для него, а просто его падение удольше. Иногда человеку... Мы не всегда можем судить, но иногда человеку правильно разбиться пораньше, чем делать глупости и дурости подольше, и тогда упасть посильнее. И вот таких вот у нас вещей, которые надо взвешивать, их очень-очень много, разных. Да, и вот получается то, что человеку кажется то, что он делает доброе дело, а на самом деле он делает недоброе. И наоборот, ему может казаться, что... Ну, это верно. Из этого начали жить сложная штука, и очень часто действительно злой начал одеваться в одежды праведника, и наоборот. Человек сам себе врет, человек, хотя сделает доброе дело, делает гадость себе и другим, да, упали, встали, отряхнулись, сделали чу, побежали назад, дальше. Я хочу подытожить наш урок. Смотрите, тема скромности для меня сложных, честно. Вот, но найдя урано такие вот штучки, я сразу-сразу побежал делиться. Большое вам спасибо, что вы мне в этом создали, как это, компанию. Мне было очень... Большое спасибо. Сюрель, вам огромное спасибо за перевод. Ну, и с Божьей помощью будем встречаться, теперь мы больше дома. Ну, видимо, будем больше... Будем меньше отменять уроки пока. Я думаю, до Песаха точно мы будем сидеть дома, так что, думаю, до Песаха отмена у нас, видимо, не будет. Большое всем спасибо. До свидания. До следующей встречи. До свидания.